Уважаемые дамы и господа, наш эфир открывает программа Яна Йоффа, странички истории. Ян у нас на связи. Ян, добрый день. Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. Календари помогают не только знать, какой сегодня день, какое число, но они говорят о нам, что и было в прошлом. Так что вот на этой неделе, 18 августа 1222 года, скончался Чингисхан, создатель огромной империи, простиравшейся от Тихого океана до Днепра. Умер он от тяжелых травм, полученных при падении с лошади. Его имя наводило ужас у покоренных народов. Так при взятии Багдата монголы сложили пирамиды и ста тысяч отрубленных голов. Перед смертью он собрал всех великих врачей из покоренных стран, но никто не помог. Его похоронили в неизвестном месте, все присутствующие при похоронах были убиты. Так он и лежит, неизвестно на каком холме, под каким холмом. Мы знаем и только одно, что там, где его могила спрятаны, огромные сокровища. За последние 10 лет американцы вместе с монгольским правительством делали несколько экспедиций, пытаясь найти эту могилу. Но пока, как говорят, безуспешно. Так что, может быть, вам еще и повезет. Поедете в Монголию и откопаете. 19 августа новостное агентство ТАСС выпустило сообщение, что 60-летний Горбачев болен и не в состоянии руководить страной. Был образован Временный комитет, куда вошла большая группа заговорщиков. Исполняясь обязанности президента, стал временно вице-президент страны Янаев. Время для переворота было выбрано не случайно, всего лишь за один день до подписания нового союзного договора. Переворот не удался. Ельцин сумел организовать противостояние Пуча. Заговорщики были арестованы. К концу этого же года Советский Союз распался. 20 августа 1940 года в Мексике по указанию Сталина был убит Лев Троцкий. Ему было 61 год. Убийца Рамон Меркандер. Молодой испанский коммунист. Подготовил операцию генерал КГБ Судоплатов. Это тот же самый генерал, о котором я рассказывал. Он возглавлял советский шпионаж по украсть атомную бомбу в Америке. Судьбу его вы знаете. Он был арестован после арестоберии. И провел 15 лет в одиночной камере во Владимирском централе. Он оставил нам Судоплатов мемуары. Он нарисует, какой он был патриот, преданный коммунист. Конечно, он пишет, что он защищал советскую систему. Боролся с врагами советской власти. Ну, а врагом оказалась сама власть. Сам сталинский режим. Вот тема сегодняшнего разговора, конечно, другая. И эту тему мне подсказал мой друг, который живет в Аризоне. В свое время он был в Перу и видел, как и многие другие туристы, неразгаданную тайну перуанской пустыни. В августе 1926 года два археолога исследовали горные склоны недалеко от города Мацка, в юго-западной части Перу. Один из них был перуанец Тариба Мехико. Второй американец от Альфред Кробер, который намеревался провести раскопки на месте близлежащего древнего кладбища. Они остановились отдохнуть и посмотрели на лежащую внизу ровную каменистую пустыню. Там они увидели целый ряд длинных прямых линий, простиравшихся до горизонта. Оба археолога предположили, что эти линии, очевидно, представляют в себе какой-то вид ирригационных систем. Ни один из них больше об этом не задумывался. Так и было забыто. И это все продолжалось до середины 30-х годов, когда начались коммерческие полеты, пролегавшиеся над пустыней. Тогда пилоты и пассажиры увидели много таких линий. Вспомните романы Экзопери. Экзопери сам часто летал в этих краях. С воздуха пилоты видели сотни линий, многие радиальные, идущие с центра, некоторые длиной несколько километров, и абсолютно прямые. Были и другие формы, треугольные, прямоугольные, спиральные, имеющие формы каких-то животных. Как писал в дальнейшем другой археолог Энтони Авен, все это напоминало школьную доску в конце урока геометрии. На земле археологи стали внимательно изучать эти линии и обнаружили, что они сделаны в виде борозды, когда камни, из которых состоит пустыня, в этих местах, были аккуратно отброшены в сторону, оставляя ровное место. Под камнями чистый песок, который был так хорошо виден с воздуха, ибо эти камни образовали защитную кромку. Археологи тоже поняли, что эти линии созданы человеком и могут оставаться в таком состоянии очень долго, потому что пустыня вокруг Наска чрезвычайно сухая и безветренная. Найденные в тех местах осколки глиняных изделий и был произведен радиоактивный анализ. Он показал, что они были сделаны где-то порядка 2000 лет тому назад. Ученые размышляли, что заставило людей того времени предпринять такую огромную работу, и почему эти линии, простирающиеся на километры, можно видеть только с воздуха. Ведь 2000 лет назад самолеты-то не летали, может, эти древние люди летали на каких-то воздушных шарах, а может, не люди начертили эти линии, а пришельцы из космоса для каких-то своих навигационных целей, например, для посадки внеземных космических кораблей. Идею внеземных пришельцев из космоса впервые выдвинул швейцарский писатель и ученый Эрих вон Деникен. В конце 60-х годов он и написал свою знаменитую книгу «Черес оф Гаац. Колесницы богов», переведённую на десятки языков и изданную миллионами тиражами. В своё время я был хорошо знаком с профессором, членом-корреспондентом Академии наук Вячеславом Кондратьевичем Зайцевым, Человек он был чрезвычайно интересный, знавший многие языки и собиравший все материалы, которые только можно было достать в Советском Союзе о внеземных цивилизациях. В те годы он работал с немецкими кинодокументалистами над фильмом о загадках прошлых цивилизаций. Он и перевёл книгу Деникена на русский язык, запустил её в самый сдат и дал мне почитать рукопись. По тем убогим советским временам тема казалась чрезвычайно интересной, полный загадок, таинственного, необъяснимого. Вячеслав Кондратьевич Зайцев был удивительно яркий рассказчик, и его можно было слушать часами. Вокруг него образовался кружок постоянных слушателей, и каждый раз, слушая его домашние лекции, я получал не только новую информацию, но и впечатление, и располагающее к серьёзным размышлениям. Фильм, от которого он работал вот с этими немецкими документалистами, назывался «Размышления, воспоминания о будущем». Он, кстати, потом со временем вышел на советские экраны, и это, конечно, для советского человека было явно такое совершенно что-то необычное. Основная теория Вэн Дэнкина заключалась в том, что все эти линии напоминают современный аэропорт, и что в древности жители Наска могли летать, иначе какой же смысл было проделывать такую огромную работу, если увидеть её можно только с воздуха? Была ещё одна загадка. Как можно прочертить в пустыне прямые линии на протяжении нескольких километров с отклонениями в несколько сантиметров? Какая же должна быть технология, чтобы это сделать? Первое серьёзное изучение Наска началось в 1941 году, когда американский историк Пол Козак посетил пустыню. Козак тоже искал разгадку в небе, первые моменты вдохновения пришли, когда он наблюдал закат солнца в пустыне. Он обратил внимание, что солнце село точно в конце одной из таких линий, и произошло это 22 июня. Это самый короткий день в Южном полушарии. С огромным волнением мы осознали, что, очевидно, нашли ключ к загадке, вспоминая последствия Козака. Вне сомнения, древние Наска сделали эти линии, чтобы обозначить день зимнего равнодействия. Очевидно, что и другие линии были как-то связаны с астрономией. Козак должен был вернуться в Соединённый Штат, и он решил обратиться за помощью к Марии Релхе, это немецкий математик, проживавший в Перу. К концу года Релхе открыл ещё 12 линий, ведущих или к зимнему, или к летнему равнодействию. Пустыня, так заключил Козак и Рейха, является самой большой астрономической книгой в мире, в которой отмечены критические астрономические точки горизонта и которые служат также в качестве календаря. Критики оспаривали эту теорию, указывая на то, что так много линий, идущих в разных направлениях. Возможно, просто совпадение, что некоторые из них указывают на дни равнодействия. 50 лет назад, в 1969 году, в Перу приехал ещё один американец, Джеральд Хоукинс, с намерением собрать больше доказательств. Хоукинс был астрономом, но он впервые, это он впервые доказал, что знаменитый английский Столхенч, насчитывающий более 5000 лет и собранный из огромных каменных блоков весом более 20 тонн, как раз и служил астрономическим календарём древним. Столхенч, ещё одна загадка, как же 5000 лет назад эти древние люди могли воздвигнуть такое сооружение, и как они вообще могли притащить на эту равнину огромные камни весом от 20 до 40 тонн, если ближайший карьер находился где-то 30 километров от этого места, а вокруг были только одни поля. Хоукинс произвёл аэросъёмку местности, получил аккуратную карту всех линий и вёл её в компьютер, и все данные о позициях Солнца, Луны, звёзд, чтобы произвести необходимую корректировку, происшедшую за 2000 лет. Из 186 линий 39 действительно соответствовало астрономическим позициям Солнца и Луны. Казалось бы, неплохо, но для Хоукинса это было большим разочарованием. 80% всех линий ввели никуда. И он пришёл к заключению, что теория солнечно-лунного календаря убита компьютером. Прошло ещё 20 лет, и канадский археолог Перец Кларксон собрал коллекцию осколков глиняной посуды, найденные вдоль этих линий. И сравнил их с другими, найденными в других районах Перу. Он пришёл к заключению, что отдельные фрагменты можно отнести к 200-му году до нашей эры. В то же время большинство из них сделаны где-то на тысячу лет позднее. Он и сделал заключение. Если все эти линии сделаны, то они сделаны на протяжении такого длительного времени и представляют работы людей разных эпох. И, скорее всего, эти линии служат разным целям. Другими словами, не существует одного объяснения этих линий. Их может быть несколько. В конце 80-х годов последовал ещё ряд теорий, как ни странно, связанных с водой, самым редким сокровищем в пустыне. Так что многие линии якобы образуют фигуры пеликанов, орлов и других животных. И, возможно, это связано с древними культами и молитвами о дожде. Два других антрополога, Авени и Френо Сильверман заметили также, что линии каким-то образом связаны с направлением, по которым течёт вода во время редких в пустыне дождей. Возможно, 2000 лет назад дождей было больше. Конечно, линии эти не были ирригационными каналами. Они для этого слишком мелки, но, очевидно, служили каким-то церемониальным процессиям. Другой американский антрополог Том Зочиме, экспорт цивилизации инка, определил, что город Гуско, столица империи, был построен так, что из храма солнца, находящегося в нём, исходили радиальные линии, имеющие религиозную и социальную значимость. И линии пустыни, очевидно, каким-то образом связаны с этими верованиями. Мария Рейха продолжала жить долго в городе Наска, и он являлся не только экспертом по линиям, но также сделал всё возможное, чтобы их сохранить. После книги Ван Денекан Наска превратилась в достопримечательность для туристов всего мира. И Рейха организовал огромную просветительную работу среди местных жителей, привлекая их к сохранению исторической ценности Перу. Он умер в 1998 году, прожив 95 лет. А вот поклонники Ван Денекан не признают все эти теории, объясняющие происхождение линии, и верны только одной. Это всё следы внеземной цивилизации. Тем паче, что таких загадок много. Ведь как могли древние отцеки строить пирамиды, подгоняя 40-тонные каменные глыбы с точностью миллиметра? Как они тысячи лет назад могли шлифовать эти сверхтвёрдые гранитные глыбы? Как их можно было поднимать на такую высоту, подгоняя друг другу без всякой техники? Линии в пустыне называют чудом древнего мира. Точного ответа мы, наверное, с вами никогда не узнаем, ибо точный ответ лежит в контексте прошлых времён, а они остались в далёком прошлом. кстати, Ван Деникан частый гость на американском телевидении, и вы часто можете увидеть его и его учеников в программах National Geographic, History Channel, Scientists, они и его ученики делают много таких фильмов о пришельцах из космоса. Кроме ведь книги Деникана «Колесница богов», есть много интересных книг, вы можете узнать из книги Тома Моррисона «The Mystery of Naska Line», есть книга Хедигана «Lines of the Mountain's God» и сборник эссе ведущих исследователей этого явления под редакцией Энтони Эвини. Он вышел в 1995 году в Филадесии, издатель «Американское философское общество». Так что книг хватает, материал, конечно, крайне интересный, но ответа, как всегда, окончательного нет, а вот теории много. Я вот хочу сейчас вам напомнить о семи чудесах древнего мира. Первое, египетские пирамиды, построенные более пяти тысяч лет назад, они единственные из всех чудес древности, сохранившиеся до сегодняшнего дня. Пирамиды служили местами захоронения египетских фараонов. Египтяне верили загробную жизнь и делали все, чтобы фараоны ни в чем не нуждались там, в другой жизни. Вместе с ними хоронили их баснословные сокровища, по скобкам были найдены ювелирные украшения, и мебель, музыкальные инструменты, и все необходимое для охоты. Нам трудно вообразить количество затраченного труда для строительства такой гробницы. Так, великая пирамида Хеопса, возвышающая на 130 метров, каждая сторона 230 метров, в ней 2 миллиона каменных блоков, каждая из которых весит 2,3 тонна. Блоки тоже надо было оттесать, отшлифовать, привести на место строительства из карьеров, расположенных более 200 километров вверх по течению Нила. Вот это единственное из древних чудес сохранилось до сегодняшнего дня. Второе, висящие сады Вавилона. Никто, ничто из чудес древности так не поражало воображение людей, как эти сады. История о них передавалась из поколения в поколение. Сады окружали каменные каменные стены толщиной 7 метров. Сады на террасах были построены шумерами по приказу царя Анного Ходоносора, царствовавшие с 605 по 562 год до нашей эры. Это этот царь покорил древний Израиль и угнал еврея вавилонское рабство. Эти сады были построены для его жены Эмитис, которая скучала по своей родине в Персии. Зелень, зурчавшая вода, которую качали по трубам из Ефрата, приносила прохладу в раскаленное лето вавилонских пустынь. Вавилон он поражал посетителей из своей террасовой пирамиды Зигурат. Вот про эту пирамиду очевидно и упоминается в Библии, когда люди решили построить Вавилонскую башню, чтобы добраться до Бога, но Бог расстроил их планы, перепутал все языки, и люди перестали понимать друг друга. Крисящие... Вот в городе было не только это чудо висячие сады, там были и храмы, посвященные главному Богу Вавилона Мордуку, и Королевский дворец. Золотые дни Вавилона не продолжались долго. Вскоре персидский царь Кир захватил город, и он стал угасать, и к 200 году нашей эры от него остались только руины и безжизненная окружающая пустыня. Все временно в этом мире. Третье статуя Зевса. В 433 году до нашей эры греческий скульптор Фиди закончил работу над скульптурой Зевса, главного греческого бога. Статуя находилась в специально выстроенном храме. Для древних греков она была символом совершенства, и ежегодно сюда стекались тысячи паломников. Храм находился на Олимпийском холме. Статуя была высотой 12 метров и находилась там в течение столетий. В римские времена храм пришел в упадок, и в 394 году ее перевезли в Константинополь, где она и погибла во время пожара. Зевс восседал на великолепном троне, сделанном из кедра, украшенном слоновой костью, с золотом драгоценными камнями. Сама фигура Зевса была выточена из слоновой кости. Волосы, борода сделаны из золота, глаза из драгоценных камней. В правой руке Зевс держал небольшую статую Ники, богини победу, а в левой руке у него был жезл с орлом, символ власти и силы самого Зевса. Вот несколько слов еще одной статуи, наверное, не такой известной. Это сидячая Будда в храме Ват Тримитр в Таиланде. Было сделано в 13 веке. Высота ее 5 метров, вес 5,5 тонн. Сделана эта статуя из чистого золота. 5,5 тонн чистого золота, что делает ее самой дорогой в мире. Сегодня цена золота, как вы знаете, 50 долларов за один грамм. То есть 5,5 миллиона грамм статуи умножьте на 50, это 275 миллионов долларов статуи стоит, если ее продать по цене золота. В 13 веке храм, в котором она находилась, подвергся нападению вражеских армий. Чтобы ее спрятать, буддийские монахи решили покрасить ее в черный цвет и покрыть гипсом. Так черный Будда и простоял до 1953 года. Когда во время реставрации работ в храме Будду уронили, гипс раскололся и люди ахнули, под ним чистое золото. Как в 13 веке могли отлить статую весом 5,5 тонн из чистого золота, остается полной загадкой. Четвертое чудо цвета храм Артемис. Мне пришлось увидеть остатки этого храма в турецком городе Эфесус. В 550 году лидийский царь Крос покорил греческий год Эфесус и построил в нем великолепный храм в честь богини Артемис. Внутри храма было отдельное помещение, где и находилась эта статуя, украшенная золотом драгоценными камнями. Храм стал знаменитым, его посещали много паломников. Ночью в 356 года до нашей эры Герастат желая велоковечить свое имя поджег храм. Рухнула крыша, колонны и статуя разбилась. Когда Александр Македонский захватил Эфесус, он приказал восстановить храм. К 250 году до нашей эры храм был восстановлен в первоначальной красоте и великолепии и приобрел славу одного из чудес, семи чудес древнего мира. Но Александр не дождался увидеть эту красоту. Потому что реставрация этого храма заняла 120 лет. Размеры конечно храма впечатляют. Даже сейчас вот когда я был как турист в тех местах, там эти остатки впечатляют. Но в свое время это было 112 метров в длину и 52 метра в ширину. Его поддерживали 127 колонн, украшенные скульптурами известных богов и греческих героев. Со временем землетрясение разрушили этот храм, столетия взяли свое, и никто даже толком не знал, где он был расположен. А в 1869 году английский инженер Вуд раскопал это место, где стоял храм. Сейчас там остатки было великолепие. Археологический музей под открытым небом. Мавзолей 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 в хале Карлусос слово вошедшее в русский язык из склепа на Красной площади, где лежит мумия Ленина. Она происходит от имени короля Мазулоса, который правил небольшой провинцией Кария на территории современной Турции. Прославился этот царь своими завоеваниями, но на добычу, которую он получил в результате военных походов, он и построил свою столицу, город Хитлернасус, и в конце своей жизни решил построить себе дворец, где он будет захоронен с таким великолепием, которому не будет равных на всей земле. Не жалели никаких средств для воплощения его мечты. Этот дворец и назвали по его имени Мавзолей. Он присуществовал несколько столетий, постепенно пришел в упадок, крестоносцы брали из руин дворца камни для строительства своих крепостей. Размеры его дворца конечно воображают. Ну в общем нет уже этого не дворца, нет этого короля Мавзолеуса, а вот слово осталось, ну и вот сооружение на Красной площади еще стоит. Сейчас пришло время для небольшого перерыва и продолжим. Дорогие друзья, мы возвращаемся в программу Яна Йоффе странички истории в этом сегменте. Пожалуйста, набирайте номер телефона 847-400-5200. Мы сможем пообщаться, вы сможете задать Яну ваши вопросы или высказать короткое ваше мнение. Ну а пока народ думает и набирает. Ян, прошу вас, давайте продолжим. Над Мавзолеем в то время, над этим Мавзолеем работало несколько тысяч человек в течение десяти лет. Чтобы захоронить вот одного человека, вот такой человеческий труд был потрачен. Наверху была установлена статуя колесница из четырех лошадей. И она была, значит, сделана из белого мрамора. И эти четыре лошади тащили карету, в которой стояли король и королева. Фрагменты этой скульптуры, включая большое колесо диаметром 2,3 метра, вы можете увидеть сейчас в Британском музее. Кстати, англичане вообще неплохо поработали над вывозом древних античных сокровищ, особенно из Греции, из Рима. Там же вы можете увидеть и фризы Парфиона. Говоря о мавзолеях, нельзя не упомянуть одно из самых прекрасных и романтичных захоронений во всем мире, дворец Тадж-Махау северной Индии, построенным Шахом Джахан, один из императоров Индии, династии Магулов, в память его любимой жены Мумзат Махал, умерший при рождении ребенка. Его сын захватил власть и посадил отца в тюрьму, расположенной напротив этого дворца, так, чтобы тот до конца своей жизни мог из окна камеры видеть этот прекрасный дворец, построенный им в честь жены. Шестое чудо света это Родозийский колос. В древней мифологии остров Родос, недалеко от побережья современной Турции, был островом Хилиус, бога солнца. Здесь был и построен у входа в бухты огромная статуя в честь бога солнца, покровителя острова. Никто не знает точно, где она была расположена, но ее размере впечатляет высота 37 метров. Сделана она была из позолоченной бронзы. Вокруг головы солнечные лучи. Через 65 лет после окончания строительства огромное землетрясение разрушило статую. Остатки которые ищут до сегодняшнего дня, они лежат где-то на дне моря. Столетиями их занесло песком. Строили колос 12 лет, закончили в 290 году до нашей эры. Каркас был сделан из железа, обшит листами бронзы. В 653 году мусульмане захватили остров и украли все бронзовые листы, отправив их в Сирию, в Дамаск, где их, чтобы их только перевезти, эти бронзовые листы, понадобилось 900 верблюдов. Американская статуя свободы почти точная копия родозийского колоса, только в три раза выше. у колоса просто была вытянута рука, у американской статуи свободы, рука с факелом свободы. Американскую статую свободы построил французский скульптор Фредерико Бартольди. Это был подарок Франции, американскому народу в честь столетия принятия Декларации независимости Соединенных Штатов. Статуи сделали в Париже, а затем собрали в Нью-Йорке. Статуи свободы водрудили на гигантский пьедестал высотой 40 метров. Внутри лестница и лифт, на котором можно подняться на балкон факела. отсюда открывается красивейший вид на Нью-Йорк. Сама конструкция статуи спроектирована французским инженером Эфилем, автором знаменитой башни в Париже. Внутри четыре стальные колонны, а также железная такая рамка обшитая 300 специальных листов меди для покрытия. Ну, значит, кроме всего, значит, внизу, если подарок сам статуя, это был французский подарок, то вот пьедестал уже строили сами американцы на народные пожертвования. А вот на самом пьедестале значит, есть надпись, надпись, а эта надпись сделана, она просто выграверна, и она, эта надпись, на ней, значит, лицо-то самой статуи свободы, оно очень похоже, очевидно, скольптор брал ее за основу эта вдова и наследница изобретателя швейной машины Зингер Изабелла Бойер, ей было 22 года, она была моложе Зингера на 30 лет. А вот надпись на пьедестале принадлежит американской поэтессе Эми Лазарес и взятый из ее сонета Новый Колос. Там выбиты такие слова. Кричит она, безмолвный губ, не рожав, жить в роскоши пустой. Вам, вам, кричит она, безмолвный губ, не рожав, жить в роскоши пустой, а мне отдайте из глубинных бездны своих изгоев, люд забитый свой, пошлите мне отверженных бездомных, я буду им светить у двери золотой. И еще последнее чудо света это Александрийский маяк. В 274 году, после 20 лет работы, был построен маяк, который сразу же стал чудом света. Это был первый когда-либо построенный маяк, и простоял он более одной тысячи лет, выдержав несколько землетрясений. Маяк взял свое название по имени острова Фарос, на котором он был построен. По-гречески Фарос, по-русски это маяк, по-английски Лайтхаус. Остров расположен перед входом в Александрийскую бухту. Как выглядел маяк, хорошо видно из римских монет того времени, где он был изображен, его высота 122 метра, и огонь его можно было видеть с кораблей за много десятков миль до острова. Построен был из белого мрамора, в 796 году был сильно поврежден во время землетрясения, и на его месте была построена крепость. Идея строительства маяка принадлежала Александру Македонскому. Начало строительства начало при Птоломее I, это династия Птоломея в Египте, закончилась при Птоломее III, архитектор Састратус. Наверху башни стояла фигура бога солнца, Хелиуса. Свет огня отражался огромными зеркалами, дрова для огня подавались наверх с помощью специальных тросов. Вокруг была построена мощная стена, защищавшая его от морских волн. Во времена Птоларея I Александрея была центром, где работали сотни ученых, и была собрана огромная библиотека древности. В 7 меке нашей эры мусульмане захватили город и сожгли сокровища, где хранились бесценные рукописи, древнейших книг и знаниями, которые аккумулировали человечество. Как сказал один из халифов, нам все это не нужно. Значит, все это есть в Коране. Ну, а если в Коране этого нет, то нам тем паче этого не нужно. Так что вот такие бывают такие потери, как говорят, невосполнимые. почти что все, что мы знаем о древнем мире, было сожжено арабами, сожжено мусульманами. И в первом веке китайский император тоже приказал сжечь все книги древнего Китая. Он хотел, чтобы все прошлое было забыто. И отсчет времени начался с его правления. Кстати, это повторялось много раз в истории человечества. «Возьмите большевики». Они захватили власть, разгласили создание новой эры, отбросили тысячу лет историю России и начали эпоху построения коммунизма. К счастью, тысячелетняя история осталась, а вот большевистская эпоха продолжалась только 70 лет. Насчет книг большевики тоже особо не церемонились. Жена Ленина Надежда Константиновна Крупская ее назначили главным цензором страны. Она вот и составила список книг, которые надо изъять из всех библиотек советской России. Ну и туда попал и Достоевский, и все, что ей не нравилось или по каким-то причинам, и все религиозные книги, все это было большевиками, или спрячено были специальные хранилища, или просто уничтожены. У гитлеровцев было то же самое, но если большевистская эпоха продолжалась 70 лет, гитлеровский тысячелетний рейх продолжался еще того меньше, 12 лет, с 33 по 45 год. С появлением технологии, материала, стремления человека строить новые вавилонские башни, новые колосы сохранились. Человек так уже запрограммирован, он рвется вверх. Сначала самолеты, потом космос и выше и выше, потом освоение Луны, сейчас готовится полет на Марс. Сегодня, кстати, нет ни одного современного города, где не было бы небоскребов. В таких городах, как Гонконг, Шангхай, их уже тысячи. Всего сто лет назад их было единицы, и высота измерялась не сотнями этажей, а десятками. В Чикаго это был Home Insurance Building, построен в 1884 году, высота 10 этажей, через 50 лет его снесли. В Нью-Йорке это был Manhattan Life Insurance Building, 18 этажей, его построили в 1894 году, а снесли в 1930. Сегодня два высочайших небоскреба в Чикаго это Sears Tower, теперь он называется Willis Tower, и Trump Tower. Они кажутся кардиками по сравнению с небоскребами например Burj, Dubai, высота 830 метров. Но и это не предел за проектированной башней высотой более километра в Шанхае и в Саудовской Аравии. В Южной Корее в Сеуле уже построена башня, лоты Супертауэр, 112 этажей, высота 855 метров. Ну и в Москве уже построены небоскребы, Новомосковский Сити-центр, там их несколько. Так что в современном мире есть чудеса, их конечно больше, чем всем, и каждая из них захватывает воображение. Так устроен человек, его гений, его творчество захватывает, как и ошеломляет другая часть человеческой природы, его разрушительная сила. Но о негативном говорить не будем. На сегодня, пожалуй, хватит. Если есть вопросы, я с удовольствием продолжу. С удовольствием отвечу. Ну, сейчас, пока вопросов нет, номер телефона в студии 847-400-5200. Так что я вам дам знать, как только. Ну, у нас, правда, остается совсем мало времени, буквально минутка, может быть, полторы. Так что, если нет вопросов, я думаю, мы... Ну, давайте в эту минуту что-то... Не будем ничего нового начинать. А вот в следующий раз, так как 18 августа была годовщина этого неудачного переворота 1991 года, ведь этот переворот-то и тоже изменил судьбу России. Кто знает, как бы пошла судьба России современной, если бы тот переворот удался. Я хочу немножко больше о нем поговорить. Это все же было семь дней, которые потрясли весь мир. Если у Джана Риды это было десять дней, которые потрясли мир, то август 1991 года это было семь дней, но они потрясли мир может быть так же глубоко, а может еще и больше. Всего вам доброго. Спасибо большое. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова